Всем привет дорогие парни и девчонки, добро пожаловать на ваш любимый канал Вениамин Вальдемарович И сегодня мы с вами посмотрим одну из самых интереснейших игр за последнее время Сегодня у нас будет Найт Сталкер, как вы знаете это Баланар И будет очень интересно, потому что этот чувак покажет нам как на самом деле нужно играть на этом герое Герой реально сильный Мы с вами увидим как чувак на тройке играет, потому что ну куда можно пойти Баланар? Можно пойти в принципе мид, идея хорошая, по-моему идея нормальная Нет, он решил не в мид идти, можно на керри пойти, но на керри реально вот сейчас на керри урса Это урсе бы некуда было идти, на тройке, я считаю то, что вот это реально хорошая идея, пойти на тройку Вот, имеется ввиду в харду Что купил у нас Найт Сталкер? Найт Сталкер у нас купил 4 4 перчатки на силу, это плюс 12 силы и плюс 12 соответственно атаки Это очень много, ну для того, чтобы добивать крипов, я думаю это даже лучше, чем покупать топорик Но несмотря на это, топорик он тоже купил Наш замечательный Найт Сталкер Ох ты, как хорошо добивает крипов, ребята, блин Я смотрю на третьем месте он по крипам Вот это я понимаю И без топорика Кстати, сейчас топорик, я так думаю, купит, потому что в тайнике, да он даже купил уже В тайнике топорик лежит Опачки, еще одного сюда, сюда его, на первом месте, ребята Первая минута, 50 секунда, на первом месте Баланар Это просто, чтобы вы понимали, кто тут играет, насколько крутой чел Он реально хорош, реально хорош Позвольте, ребят, секундочку, я вам сейчас прочитаю про этого игрока Кто играет, этого я, ну, по традиции обычно зачитываю, кто играет Сейчас что-то я этого не сделал Исправляю свою ошибку, в общем, кто у нас сейчас играет Играет MidOne, малазийский игрок Его команда Team SMG Он за всю свою карьеру заработал 1 миллион и 826 тысяч долларов Это просто, чтобы вы понимали, кто у нас тут играет сейчас Столько человек заработал, наверняка он от и до знает, как играть Не только на надсталкере, но и на любых других героев Сколько бы героев в доте ни было Так что, короче, парень молодец, я уверен, знает, что делать И давайте обратим внимание В рюкзачке быстрого доступа у Баланара сейчас находится Армлет Это очень крутой артефакт Его, кстати, я вот помню, еще с первой доте Собирали Мартретки, его собирали Тролю То есть даже героям, у которых сила не профиль Не профильный атрибут Вот, и в принципе я считаю, что это грамотно Потому что оно дает... Ну, сила это, конечно, круто, но кроме силы еще есть что? Еще есть броня Еще есть здоровье, самое главное Сила это не только атака Сила это, ну, еще и хпшки В первую очередь это хпшки, потом уже атака Конечно, лучше всего это на силача собирать Вот, но иногда и на ловкачей люди собирают А тут для Баланара, который силач, для него вообще отлично Вот, кстати, обратите внимание Третья минута, тридцатая секунда На втором месте Баланар Короче, красавчик Я реально от него сейчас жду просто то, что он взорвет что-то Просто взорвет Особенно по деньгам, если мы говорим про это На большое количество денег можно купить побольше артефактов И круто раскидывать врагов Блин, жалко сейчас крипа не добил Это был вкусный очень крип Крип знаменосец, за него дают дополнительные голдишки Да, 83, давайте посмотрим Плюха 83, плюс 8 от топорика Это будет Так, 86 Это будет 94 Ну, знаете, ребята, это много Это практически как у Трента Кстати, я хочу заметить То, что Primeal Beast тоже понемножечку впитывает И экспу, и золотишко И у него 4 крипочка есть Это уже что-то Это не полный ноль Как у того же Трент Протектора Ой, Трент Протектора, говорю Нейчерс Профита Который ему оппонирует Который на пятой позиции, судя по всему, играет Да, по-моему, Фурион это пятерочка Вы видите то, что он вместе с Керри тут стоит На самом деле странный И почему он пикнул Фуриона на пятую позицию Противник Для меня, если честно, загадка Так, наступает первая ночь И у Баланара Которого в два раза вкачано Hunter of the Night Давайте посмотрим, как Hunter in the Night И начинает Плюхи у него реально крутые Я уверен, с Армлетом Там будет еще, блин, в два раза быстрее Даже скорость атаки Пока что мне вот все нравится Я уверен, что будет еще лучше Да, вот Со скоростью атаки вообще проблем никаких нет Потом Опачки Изи 75 голды Сюда Да, 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 да Ну хорошо, ушел, ушел Ну ладно О, ничего себе Давай, давай Ха-ха Красавцы, парни Орда Задача харды, ребята Кто забыл Это Либо не давать противнику фармить Либо его нафиг убивать То есть Фармить для Баланара Это не первостепенная задача Самое главное Это чтобы противник Либо не фармил Либо еще и, блин, терял время На то, что его там Кто-то замочил Или еще что-то Блин, крипа не дали Убить обидно Но ничего страшного Мне, кстати, так же интересно Что будет с этими С этими Gauntlets of strength Что он сделает С перчатками силы Мне почему-то кажется То, что он мог бы Это с одной стороны Превратить в брейсеры Реально Там 4 брейсера Армлет И какой-нибудь сапог И чисто пойти Всю карту нагибать Это круто Но он на этот денег Потратит Реально много И на это все Можно было бы Собрать, например Какую-нибудь Сейндж И превратить ее Потом Не знаю Например В олебарду Я думаю То, что это Намного круче будет Да Да, в какой-то Период времени Будет, конечно Буст Но, блин Я не знаю Вот, кстати Вы, ребят, тоже Наверняка помните Когда только-только Ввели вот эту тему То, что Нуль талисман Брейсер И Райсбенд Сделали крутыми Типа Начиная с 25-й минуты Я с одной стороны Согласен Но с другой стороны На 28-й минуте Уже Можно иметь Что-то другое И от того Что будет у вас В инвентаре Один, допустим Брейсер Но ничего особо Не поменяется Брейсер Это все-таки Артефакт Первых уровней Его надо как-то Улучшать На первых Минутах Тогда он будет Какой-то результат Давать Но это Мое личное мнение Заметьте Раза 3-4-5 Он не качнул Ульту Найт сталкер Он прокачал Снова Третью способность И я уверен Сейчас Седьмой уровень Он еще раз Прокачает Третью способность Вот Короче Аура На самом деле Намного круче Чем ульта Потому что Ну допустим Сейчас У него ресурсов нет А какой смысл Ульту тогда Прожимать Так что Все делает Человек правильно Вот Нам остается Только смотреть И наслаждаться Вот И когда наступит Рассвет То бишь Через 2 минуты Уже Закончится Стадия Лайнинга И мы уже Будем наблюдать Что делает Найт сталкер Днем Потому что Я уверен Во первых Что он до этого момента Во первых Он левел наберет Еще Ульту Короче Прокачать Он сможет Вот Кстати До сих пор Ультимейт Не прокачал И третью способность Тоже не прокачал Мне вот интересно А почему Почему он сейчас Не прокачал Ведь может Прямо сейчас Взять и качнуть Он же успеет Набрать 8 уровень Мне странно Почему он этого Не делает Если он прокачает У него реально Плюс 20% В скорости атаки Скорость передвижения Короче Буст хороший Я бы реально Прокачал бы Прямо сейчас Третью способность Но он что то Держит Тальчику Я не знаю Реально почему Я Мне это Короче Непонятно Так Смотрите С армлетом У него Здоровье Ну как бы Отнимается Но оно успевает Регенерировать Потому что силы Силы у него 41 плюс 12 Сейчас Давайте я напомню Кто не помнит Да и сам я забыл 3.0 Это скорость Прироста силы У меня от сталкера И если он До 10 минуты До стадии ланинга Разбивает Этот Тауэр Да Это значит То что Баланар Тупо выиграл У вражеского Керри У вражеский Керри 46 крипов Баланар 60 на 12 Даже 61 на 12 Но это просто Шик Реально круто Я уверен Что до Десятой минуты До того Как закончится Стадия ланинга Он еще успеет Ну я не знаю До 70 В теории В теории Может дойти Вот с этой волны Давай И даже В лесу Давай Давай Семидесятку Блин Нет Семидесятки Не получится 68 67 Ну да 68 Мог бы сделать Но что-то не пошло Ну ладно И все равно Он На втором месте По всей карте И на первом месте В принципе По игре Так все Дорогие друзья Стадия ланинга Кончилась Отлично Забирают руну Но это вообще Шикарно И давайте Уже смотреть На Общую ценность Как более Корректный Показатель Потому что После десятой Минуты Начинаются Массовые Килы Которые Совершаются По всей карте И я уверен Что Найт сталкер Как Персонаж Довольно таки Крутой Темповый И сноубольный Весьма Он будет уже Что-то делать Такое Кстати Я прошу заметить Обратить ваше Внимание То что У первого клана Хардовик В виде Как его называть Шредер Вот этот Мотопильщик Имперсоу Он тоже Выиграл Линию И победил Гурсоу То есть В этой игре Тройки Очень сильные Керри Нормальные Если мы говорим По поводу Мидеров Ну давайте Хотя бы Банально Счет Посмотрим Мидер Первого клана 1-0 Мидер Второго клана 0-2 Ну конечно Немножечко Проигрывает Но по уровню Я бы не сказал То что Такая большая разница И на фоне того Что у Night Stalker Большое количество Золота Большое количество Опыта Так 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 Я что-то на карту Блин Блин Ох Как же он Вырыл Ох Я блин Реально Перепугался За Night Stalker Но он вовремя Нажал ульту И заметьте Когда он нажимал Свой армлет У него там ХП прям Супер жестко Бустилось И поэтому Он Короче Не было вариантов То что его Кто-то заберет Кстати смотрите Как он умело Через ветки Фарминг крипов Не получая урон В ответ Вот это тоже Надо уметь Это не просто так Вот Ну и все И он Отбегает На базу Будет лечиться Снова Наступил День А нет Он на базу Даже не отбегает Он так На ноги идет У него регенерация Сколько 16 в секунду Да ему даже И не надо домой Бежать на регенерацию У него и так Все отрегенится Главное Наверное Армлет Не нажимать Слишком часто А он Скорее всего И не будет Его нажимать Да Он его нажимать Не будет И посмотрите С регенерации Он просто Себе все Восстанавливает А если бы У него Были За место Допустим Четырех Gauntlets Of Strength Если бы У него Было Допустим Два Брейсера То я думаю Тут у него Регенерация Была бы Вообще Просто Бешеная Так И заметьте Золото Есть Полторы Тысячи Пока Что Ни на что Не тратит Паузу Ребят Нажали Да И будет Что-то Собирать Что он будет Собирать БКБ Собирает То есть После Первого артефакта Ормлета Он уже Сразу Собирает БКБ Ну я считаю То что Круто Я лично Полностью Согласен С этой Покупкой Потому что Давайте посмотрим Кто есть В первом клане В первом клане Есть лишь Рак Который Бьет Магии Практически Все Кроме Второго Спела Второй Спел У лишь Рака Это Физика Далее Идет Жук Маг Далее Идет Нейчерс Профит У него Тоже Магического Урона Будь Здоров Далее Идет Джаггернаут Первая Способность Она Наносит Очень Много Урона По героям В игре На самом Деле Это Так И Тимбир Ну у Тимбира Конечно Урон Чистый Не Поспоришь Тимбир Урон Чистый Я Лично Всегда Думал Что У него Магический Урон Но Несмотря На То Что Урон Чистый У него Сквозь Невосприимчивость К магии Не Бьет Чистым Уроном Этим Не Бьет Поэтому Бкб Полностью Оправдано Бкб Позволит Найтсталкеру Поменьше Умирать Или Не умирать Вообще На этой Карте И Таким Образом Чувствует Себя Комфортно Так Обратите Внимание На Левую Часть Экрана Общая Ценность Найтсталкер До сих Пор В топе Он Все Это Время Фармил И Я Так Думаю Что Он До 15 Ну Не До 15 Нет Наверное До 16 17 Минуты Будет Собирать Себе Бкб И Потом Уже Активно Рашит Всю Карту Так Леший Лешего Забирали Все И теперь Жука Тоже Забрали Теперь Нифигасе Я не знаю Может Это Реально Рашан До 15 Минуты Так 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 Ребята Давайте Давайте До 15 Минуты Надо Забрать Надо Так Ну Урцы Уже Урон Хороший Пошел Ну Урца Танкует Почему Да 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 Дайте Другому Танковать Лучше Ребят Урцы Зачем Получить Урон Давайте Давайте Ребят Ребят Ребята До 15 Минут Забрали Рошана Первого Это Это Круто Так Что Теперь Покупает Смотрите Нажимает Аганим Шард Купил Аганим Шард Уже Купил 15 Минута Аганим Шард Уже Есть Что Дает Аганим Шард Хантер Инденайт Позволяет Применить Эту Способность Чтобы Мгновенно Сожрать Выбранного Крипа И восстановить Себе Долю От Максимального Здоровья И маны Днем Нельзя Применять На Древних Крипов А ночью Можно Перезарядка 20 Секунд 35 ХП 25 Маны Вот Это Я Понимаю Покосался Покосался Взял Захавал Чувака Даже Древнего Крипа Ночью Позволяет Применить Эт Способность Давай На Видали Взял Схавал Просто Остановился Без Здоровья Да Вот так И нужно Играть И посмотрите Он много ХП Тратит У него Нету Может Регенерации Вот этого Брейсера Про который Мы говорили В начале Игры Регенерация Кстати Лежит Так Сюда Жук Идет Он Хочет Забрать Давай Давай Саленсом Убил И первым Скиллом Он добивает Врага Тем самым Зарабатывая Себе Этот важный Фраг И приближая Себя К БКБ Да Захавал Восстановил Себе ХП Красавчик Все делает Как по Методичке Да Все Отлично Так Кто Кто Еще Интересен Для нас В этой Игре Ну Мы Видим По Деньгам То Что Урса Себя Чувствует Весьма Комфортно И Несмотря На То Что Его Тимбер В начале Игры Немножечко Захейтил Все равно Чувствует Все нормально По Крепам Тоже Нормально И Учитывая То Что Найт Сталкер Хорошо Потанчил Роша Рошана Убили Убили Даже Трех Ребят Убили Че Зря Что Ли Они Приходили Сюда Драться Блин Блин Неужели Нет Нет Все Нормально Тут Троих Ребят Потеряли Ну Блин Исход Боя Не Самый Хороший Зато БКБ Уже Сейчас Будет Скорей БКБ Да Да Вот Уже Куплено Уже Летит Кноэд Сталкеру БКБ Сейчас Захавает Еще Драка Давай Хорош Дракона Захавал Хп Восстановил Себе Так К нему Кто То Идет Видимо Гонгануть Решили Так БКБ Готово Вот Теперь Когда Ситуацию Если Вспомнить Которая Была На Т2 Первого Клана Но Такого Больше Не Случится Как Тогда Случилось Потому Что Реально Магического Урона Залетало Прям Супер Много Если Б БКБ То Не Было Б Шарда Без Шарда Вот Так Хилиться Ну Не Получится 35% Хп Это Прям Сильно Давай Давай Опа Урон Свой Внес Можно Второй Спел Включить БКБ Я думаю Зайти Давай Давай БКБ Будет Даже Не нажимает Посмотрите Да Вот Теперь Нажал И Что Ты Сделаешь Так И Вгрызается Теперь Так 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 Я Не Знаю Почему Он Кстати Отходил Вот Теперь Сало И Вгрызается Давай Давай Урон 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 Хорош Размотали Второго Так Ну Вот Этого Пацана Он Самый Такой Самый Дохлый Короче Ну Пятерка По тягам Немного У него Хотя У жука Даже Еще Меньше Но Жук Он Сам По себе Такой Вроде Хитиновый Парень Крупный Поэтому И Чуть Потяжелее Убить Все Так Я Кстати Думал То Что Он Себя Аквилу Возьмет Для Того Чтобы Ману Побольше Регенить Но Как Мы Видим Не Особенно Ему Не Нужна Эта Мана Да Видимо Ему Больше Нужна ХП Потому Что Ману А на Че Он Тратит Ману Первый Скилл На Крипов Не Нажимает Второй Скилл Да Тоже На Крипов Не Нажимает Оно И Не Так Много Требует Что Требует Маны Да Только Ульта Но У Ультимейта Как Вы Знаете КД КД У него 135 Секунд Поэтому За Это Время Кстати Я Прошу Заметить Ох Ты Как Же Он Нападает Круто Вгрызься Просто Офигеть Офигеть Ну да Он Конечно Улетел Но Блин Он Напугал Конечно Силь Меня Лично Он Напугал Жук Че Ты Творишь Эй Ах Как Повезло Смотрите И он Улетел И БКБ Нажал И Все Пока Живой Ой Ничего Не Успел Сделать Нажимает Конечно Бладстоун Но Его Должны Тут Забивать Нет Восстановил ХП Блин Мне Жалко Конечно То Что Лешего Не Получилось Забрать Но Леший Конечно Тоже Не Этот Не Лох Крутой Чувак Ну Мне Кажется Второму Клану Сейчас Надо Валить Отсюда Драка Провалилась Веселый Рык Ну Его Убили Блин Так Все Восстановил Снова Своей ХП Продолжает Бить Крипов Мы Видим То Что Этот Нейт Сталкер Это Тройка Она Чисто Такая Формовая Вот И В рюкзачке Быстрого Доспутопа Мы Видим Следующий Артефакт Тоже Что Там Дорогие Друзья Нули Фаер Я Уверен То Что Нули Фаер Это Реально Хорошая Идея Потому Что Он Диспейлит Он Диспейлит Много Чего Таким Образом Можно Даже Снимать Этот Ты Короче На Врага Кидаешь И Гос Скипетр Например Любой Другой Астрал Например Который Астрал Блейда Вешается Эдерил Блейда Он Тоже Снимается И В итоге Ты Никак Короче Не Увернешься И Я Даже Больше Скажу Он Даже Диспейлит Айон Диск А Очень Многие Саппорты Любят Собирать Айон Диск Как Только Противник Начинает Ну То Саппорту Нечем Защищаться От От Нули Фаера Реально Ничего Не Сделаешь И Я Вот Например Люблю Играть На Омники И На ВД За ВД Можно Нажать Превратиться В тотем Который За Шард Дается Все Больше Ты Особо Ничего Не Сделаешь Против Нули Фаера Потому Что Ну Это Реально Очень Сильный Артефакт Который Позволяет Пробивать Эти Механики Такие Механики Короче В Доте Поэтому Собственно Никак Это Не Закрыть Никак Не Спрятаться Короче Так Но Дот Сталкер Тем Временем Не Теряет Свою Первую Позицию Хотя И Разрыв 400 Так Нет Нет Разрыв До Сих Пор 500 Между Первым И Вторым Местом То Есть Он Очень Сильно Обгоняет Всех На Этой Карте Особенно Первый Клан Джаггернаут Ну Как бы На 12000 Закупленный Джаггернаут И на 12000 Закупленный Найт Сталкер Ну Я думаю Тут Понятно Кто Кого Все Таки Найт Сталкер Сам По Себе Герой Круч В смысле То Что Джаггернаут Полностью Раскрывается С покупкой Артефактов Поэтому Он И Керри Найт Сталкер В свою Очередь Вот У Него Сейчас Два Артефакта Есть Он Уже Блин Всю Карту Топчет А Сейчас У него Появится Еще И Нули Фаер Но Это Будет Вообще Трындец И Смотри Никак Не Не Может Он Убежать Теории Ему Нельзя Никак Убежать Потому Что Найт Сталкер В момент Утимейта Он Летит И Он Видит Что Находится Там За Ветками Поэтому Ему Даже Топориком Не Надо Разрушать Ветку Он Просто Подходит И Слабый Своей Блин Здоровый Все Забивает Плюс Нажимает Еще И Армлет И Вот Посмотрите День Он Днем Даже С Армлетом Очень Быстро Атакует Так Обратите Внимание Сейчас На Карту Видите Белая Точка Такая Летит К Найт Сталкеру Это Он Заранее Заранее Отправил Курочку Она Ему Купила Там Сакрит Релик И Сейчас Вот Приносит Так И Надо Играть Что Мне Интересно Мне Интересно То Что Он До Сих Пор Топурик Никуда Не Убирает Я Так Понимаю Это Потому Что Он Встретится Боин Если С Парионом Встретится Его Закроют Он Думает Себя Вот Так Разблокировать Таким Образ Ну В Принципе Все Правильно И Грамотно Делает Я С С А С Другой С С С Другой С В В В В В В С Он Тоже Уберет Ну И Все То С С С Все Короче Хорошо Так Что Все Делает Человек Правильно Вот И Уже Обгоняет Ага Уже он на полторы тысячи обгоняет джиггернаута до этого мы с вами фиксировали было 500 сейчас уже полторы тысячи разница это круто я уверен если мы посмотрим на счет через пять минут а красно 1 давай смотрим и и и и чудо стоишь то почему он стоит и бьет я джиггернаут имеется ввиду то что джиггернаут в этой драки не не выигрывает под самым особенно о о чего чего он вытворяет чему джиггернаут начал крутиться давайте давайте пацаны пацаны побольше урона на вот это я понимаю может кто-то в комментариях напишет то что типа а и нечестно толпой ребята дота это про то как ты толпой кого-то убиваешь это не про один на один быть крутых это про командную игру если ты сам по себе слабак но ты умеешь кооперироваться с другими это вот дота это про это я одного этого смотрел блогера историка и он короче говорит как вы знаете да то что раньше была римской империи там они рассуждают в римской империи воевала против варваров против германцев получается не говорили вот как вот эти германцы они не боялись холода они были крепкие сильные да но римская империя их победила и вообще побеждала их долгие времена потому что у римской империи была дисциплина была тактика то есть конкретная одна единица может быть солдат был слабее но зато они могли кооперироваться хорошо и какие-то общие цели принимать поэтому неважно насколько ты сильный главное чтобы во первых количество людей а во вторых чтобы ну в жизни это нужно чтобы кто-то руговодил в игре в игре тоже вообще этот тренер есть там не знаю капитан команды вот но если вот так всем обозначить свою роль и они этих всех людей заставить идти к одной цели то вот про это собственно дота поэтому мне нравится кто-то потому что это симулятор реальной жизни потому что в жизни есть человек допустим талантливый до который играет на керри или нами ну да мидер или еще кто-то это но талантливый человек который больше всего приносит грубо говоря результат да но есть саппорт без которого тяжело вот например человек приходит это вот пример вот допустим какой-нибудь успешный бизнесмен до илон маск но он же домой приходит ему там мама борщ сварит правильно то есть это же тоже какая-то поддержка в таком случае мама илона маска это его саппорт она ему там борщ делает там погладила постирала вот такие короче вещи очень-очень важные но хлопотно скажем так так что боль каждого игрока в доте она очень важна так 1 1 в первом плане пошли байбеки так и тут уже разваливает кабинет лишь раку на мишах умудряется убежать да это жесть урс урсе выбивают эгиду и сейчас урсу будут ловить блин урсу просто жестко запинали неужели второй клан уже посыпался я не могу в это поверить это не должно быть все так просто для для первого клана взял так отбился и все ну блин два раза выбить на смысле убить и выбить а ягу а потом убить это блин тяжело конечно но первый клан за это заплатил стороной так и сейчас оверфарм 12к это конечно много так мы говорили ребята помните сначала ран отрыв у джиггернаута от найт сталкера был 500 золота потом мы фиксировали полторы тысячи сейчас внимание 3000 уже золото это прошло 4 не 5 минут 4 прошло минуты уже разрыв между джаггером и найт сталкером 4k голды это ребята круто то что тройка имеет такой оверфарм над над керри это реально круто так говорит bristol дек что я еще хотел бы ребят сказать вот эти вот вставки про германцев про римскую империю вы пожалуйста напишите в комментариях вам как бы нравится такой подход когда во время игры можно о чем-то таком жизненном поговорить какие-то примеры там из истории из какой-то науки или больше вам нравится акцентирование на игре потому что я например увидел такой фидбэк от ребят с которыми я просто сам вообще играю в принципе ну когда играю в доту мне не все-таки нравится когда вот так можно про жизнь про что-то такое пообщаться не только про игры не понимаю то что это формат видео это как бы не прямые трансляции но все таки хотелось бы в комментариях прочитать сар самые активные напишет комментарии пожалуйста ребят я с удовольствием чуть как бы улучшать свой контент чтобы вам интереснее было меня смотреть спасибо так т2 на боте сыпется и остается только одна т2 которая находится в центре у второго клана две т2 есть но у первого клана уже отсутствует одна т3 ну-ка-ну-ка раз видали кинул но и 0 и фаер и просто блин за секундочку вскрыл эту консервную банку нет 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 ты не можешь верить видели ребята как он нажал на свой армлет вот это я понимаю крутой кабан и блин крипа захалывал и сразу блин отличился вот это мне нравится ой какие плюхи 176 плюс 144 это получается 310 до 320 урона ужас очень большой дэвэш сейчас у night stalker а полонара а вы представьте сейчас он ульту бахнет ульта ему еще 185 урона дает пятихатка короче урон пятиха . ух ты мульшард собрал я хочу сейчас дождаться ночи давайте посмотрим до заката три минуты надо подождать три минуты так отступают да 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 пацаны отступайте отступай не не смог отступить короче праймал бист его за загасили ну ничего бывает праймал бист это же зверь а как говорят толпую гасит даже льва поэтому все нормально так бывает оверфарм уже ребят фиксируйте 17к так 45 обратите налево на вот этот значок общей ценности уже на 5200 золото но на 5150 у night stalker а больше чем у джиггернаут да сейчас чуть подформил ну короче 5к уже разница до этого был три минуты назад было 3000 сейчас вот спустя три с половиной минуты уже 5 ковер фарм и фиксируем давайте что собрал все-таки night stalker это муншардик это 0 и fire армлет а также bkb шка и скал башер то есть короче все крутые артефакты которые надо было собрать собрал так нажимает на тут смотрим 300 так ты пока что 320 плюс 180 это 300 400 510 урона без нажатия армлета с армлетом у него 570 дамака пацаны а вы прикиньте он сейчас криты соберет уже 600 дамака уже 600 дамака пацаны 600 урон так а вон муншард я так понимаю самому кенту какому-то отдал или чем вы видели только что вы видели он муншард тупо подарил все стал себе свой мундшард собирать вот это я понимаю командная игра посмотрите на карту сколько сколько а в прикол прикол смотрите он мундшард а он мундшард короче скормил все и у него слева в общей ценности это убралось то есть он как бы потерял эти 4000 представляете прикол а урса получил 4000 то есть то есть по-хорошему я не знаю почему она так работает но по-хорошему минус 4000 нужно делать курсы плюс 4000 night stalker это поэтому он только позицию так вниз упал но это необычно кстати я такого раньше не знал имеется ввиду как как комментатор и диного так смотря на таблицу общей ценности я до этого не знал такого прикола с мундшардом вот теперь ребята будем знать кто не знал ребят ставьте лайк потому что я тоже не знал так ну и в принципе я так думаю то что сейчас последний заход они будут делать давайте посмотрим до заката вот сейчас уже закат сейчас уже надо нападать закат 5 минут ночи будет 5 минут будет длиться ночь я уверен то что на этот stalker сейчас хочет до формить эти 600 даже 500 гол дешек и купить себе наконец-то мундшард и жестко уже пойти противников про это пропылесосить короче всю базу противников так чекает рошана нет рошана пока нет к сожалению вообще было бы конечно круто началась ночь рошан 35 минута уже типа пора заканчивать потому что блин фурион там будет сплит пушить еще что-то делать мы даже по карте видим то что фурион куда ты хотел портануться так и вот нажимается еще дополнительно ульта его чем будет залетать так пока что ему курица сейчас посмотрите на карту курочка летит в потайную лавку будет покупать ему гиперстоун еще один для того чтобы у шар да 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 курица уже летит и вот сейчас они забирают на этот stalker будет сейчас забирать посмотрите 200 урона на блин он через броню рошана по 200 стычки наноситель фигасе он там поймал робот офигеть короче забирают мундшард есть берется и рефрешер а прикиньте он сейчас нажмет рефрешер и ульту по новой зафигачит я лично надеюсь на это погибает там вечер спрос и сейчас уже будет последний последний рывок так сыр есть все есть если чем можно подлечиться так ну и все в принципе нормально давай 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 ага ага ну все все пацаны нападать пора чем еще раз крипов хочет забрать я не знаю типа о чем кубик или он а да наверное он выбить хотел нейтральные артефакты хотя это первые из пяти вряд ли они сейчас будут ждать и все артефакты выбивать уже пора нажимать рефрешер ульту бахать или он хочет подождать когда перезарядится ульта и потом уже 2 ульты иметь я вот пока не понимаю до конца но вообще надо уже нападать вот вот уже начинал начинается драка ща бульту с ультой бы залетать на сталкер мы он и так короче заходит и начинает грызть барак точнее не барак а вышку а вот теперь и в барак грызается банки по 100 по 115 проходит это большой урон очень быстро уничтожает тем более армлет врубленные хп почти не убавляется регент здоровью бешеный 30 33 и сейчас сносят вышку и появляются ребята появляется мега криппы и как будет первый клан дефать мега крипов мы не знаем потому что тут на самом деле шансов нет но пацаны первого клана просто стали афы кашет вот вот так ребята они поступили на и сталки просто отступил ну давай сыр сыр скалый сыр тетчет жалко сыр что рассказать давай то есть первый клан короче просто сдался и несмотря на кстати отставание в 4000 по нет ворсу которая была якобы из-за того что нет stalker скормил свой мульшардик у все он все равно уже урсу догоняет если вы посмотрите на общую ценность на таблицу слева вот так короче нужно играть на night stalker я хочу сказать это реально я давно не видел ну такой крутой игры чтобы баланар настолько круто во первых гасил всех был полезный второй скилл нажимал и блин артефакт он тоже собрал просто ну гениальный я бы сказал потому что у него смотрите пока бкб есть до бкб в этой игре вообще обязательно потом армлет с помощью армлета можно круто обьюзить его вы видели то что на боте вот здесь кто не помнит вот в этих краях была драка его фури он короче прикопала рутами но night stalker нажал армлеты не погиб это тоже типа нужно нужно это держать в уме вот мульшард товарищу дал чтобы вообще товарищ нагибал еще пожестче то есть короче все сделал правильно там он показал хорошую командную игру и победил вот это я понимаю так он посмотрел счет сейчас мы сами посмотрим ребята и 2 10 0 11 night stalker 3 позиция первое место по фарму которая всех обгоняет на многие тысячи вот так надо играть в эту игру большое спасибо за просмотр вы были с вениамином вальдемаровичем с вениамином вальдемаровичем до новых встреч